физкульт привет всем джедаем но с вами краб рубрика best replace 33 выпуск кто бы мог подумать мы дожили до этих двух одинаковых цифр прямо сейчас по традиции в начале ролика поблагодарим всех кто поддержал выход этой серии а именно касс 4 семерочки 173 рубля перевел с подписью маленький медвежата с балалай чиками ну вот тест рорушаха пройден к сам он видел в цифре 173 очертания медвежат интересно 250 рублей станислав вячеславович бонич нужно еще больше хардкора куда уж больше аноним 200 рублей спасибо за то что вы делаете пожалуйста главное что есть те кто это ценит мун 300 рублей неужели сам луналики из кореи перевел как там было сложно наверное конвертировать из юаней корейский язык пожалуйста сыграйте больше игр с моим участием хорошому как скажешь будем искать твои демки благо ты наследил в истории варкрафта есть еще выбрать титан киллер 100 рублей спасибо 32 выпуск был супер пупер спасибо титану есть еще джентльмены благороднейшие которые перевели меньше 100 рублей их довольно много поэтому чтобы не затягивать время начала мы просто покажем вам имена этих героев на экране всем вам огромное спасибо именно благодаря вам рубрика живет растет развивается и совершенствуется но и конечно же благодаря вам выпуске выходят в два раза чаще ну а теперь приступаем непосредственно к угощениям приступаем к трапезе на очереди у нас игра орка против хумана на карте тире на стенд и судя по всему что-то турнирная поскольку игра идет саб серверами а это древний хуман вайфер очень знакома никнейм ну и был такой клан и с действительно существовал когда-то в незапамятные мезозойские времена против него играет орк с ником chief team черт его знает очень много было чифов среди орков один из чифов даже является персонажем в игре он же таурень чифтэн он же корова он же мясной свин ну и множество других у него прозвищ да ну давайте смотреть как обычно у нас нестандартный сценарий но не всегда этот сценарий нестандартный заключается в неординарных стратегиях иногда он заключается в не тривиальном развитии сюжета ну а здесь хуман нас уже удивляет с первых минут это будет поздний алтарь а значит либо маутен кинг с большим количеством футменов поздний мк либо это будет вообще герой из таверны сейчас мы узнаем но скорее всего билдодор именно под таверну здесь стандартный блэд мастер пошла разведка что это может быть из таверны против орка давайте пофантазируем пока суть до дела кстати где-то середина алтаря к таверне должен выдвинуться лазутчик который позволит позвать его величество алкоголика любого покроя а это будет футман позвать в бой насыпать ему деньжат в мешок вот футман встретил раба блочит его но раб естественно выполнит свою миссию а вот футман какой-то оказался легкомысленный забыл о том что приказал ему командир вступили в бой а и второй футман тоже не собирается отправляться в таверну они как-то увлеклись этой погоней хотя алтарь достраивается и судя по всему это будет маутен кинг потому что черт его знает либо футмены оказались со склерозом и действительно у них как у рыбы память 10 секунд да в общем там мк нет архимаг боже почему такой поздний очень странная стратегия от хумана поздний алтарь и очень поздний архимаг сейчас блэйд мастер продал т.п. сапоги еще не продаются ну и ухты три футмена это будет застройка с тремя футменами очень необычная по таймингу и лесопил когда возводится как предвестник всего события как индикатор застройки фаерлорд ага то есть никакого архимага ну я я все я все понимаю очень тупо заказывать алтарь поздний для того чтобы из него вылупился старый волшебник до застройка пришла фаерлорд будут и лимов ну и будет мастер у которого всего один девайс и половина первого но на хоть не пол шестого это слава богу было и тут в изумлении под винд волком обнаруживают у себя на базе непрошенных гостей супостатов в общем никто их сюда не звал и оккупанты начинают внедрять вышки и как обычно проводить абсолютно несанкционированную застройку ну и блейд правильно возмущение начнет вырезать в первую очередь рабов а надо заняться огненными лемами потому что здесь главная суть проблем орка может заключаться ведь они уже опрокинули блейда на половину хп у него нет замазок в инвентаре у него конечно есть деньги на винд волк довольно быстро замажется одного элема раздавила гранты довольно биты и в общем орк действительно не ожидал тут еще гранта грамотно вайфер окружил под вышкой лима начинает размножаться уже 4 лима и это большая ошибка орка в том что он сразу не приступил к истреблению огненных элементарий теперь их 4 и поверьте мне их будет больше в дальнейшем в общем орк не справился с дебютом партии прозевал фаерлорда прозевал застройков еще и сапоги выкупает фаерлорд ёшкин матрешки а до ближайшего магазина теперь с сапогами то топать очень долго а зима наступает ночь холодно в общем блэйд может простудиться замазки него по-прежнему с собой нет винд волки постепенно заканчивается ему сейчас нужно хилиться но хоть и лимов отпустила всего два осталось но этих лимов хватило для того чтобы хуманские вышки начали беспрепятственно грейдится 28 лимита у орка ему надо срочно возводить лесопилку и как-то на катапульты копить гранты приступили к уничтожению башен но их причинивают два оставшихся же в живых рабочих нет вот еще один третий до последние последние два раба еще дочинивать как обычно у хумана последние рабы всегда в загашнике орк понимает что рабы не заканчивается теряет огромное количество грантов башня достроилась но вышки на единственно приятная новость для орка заключается в том что вышки будут достреливать только до алтаря и барака они по-моему не будут добивать до крепать ну до дома вождей дом мэйна орочева соответственно позволят ему тут грант я бы на его месте тоже домой не возвращался все верно ну возможно он просто справляет малую нужду в елках сейчас вернется нет 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 никаких входящих никаких входящих все входящие платно у нас в момент комментариев это слишком дорогая роскошь там орк пытается под шумок еще и вышку загрейдить ну хоть как-то ну там футманы с щитами в общем-то плевать хотели на эту вышку три братца гранта ждут команды блейда чтобы возвращаться и отбиваться но проблема еще в том что снесли казармы и неоткуда штамповать катапульты орк пытается выжить на башнях а катапульта не увидит еще очень долго никакого грейда на тир-2 у него естественно нет а вот хуман кстати может его на изичах запустить потому что сейчас орг довольно далеко отброшен назад он вынужден бесконечно отбивать харас вышек вот ой фаерлорд запутался но не местный понимаете дюпс навигатор не сработал он не понял ну там собственные крестьяне заблочили по моему блэйд им просто приплатил найми ты орочи пришли типа такие ой мы тоже не знаем ничего раз заблочили несчастного фаерлорда он не нашел выхода и умер в молодым но может она их лучшему сейчас выйдет снова после лечения на господин весен туках после купания в минеральных источниках сейчас выйдет свежий молодой с маной с новыми элемами здорово нет никакого тир-2 у хумана проблемы с лесом довольно серьезные я бы даже сказал горничащий с фундаментальными но он вкладывается в новые вышки он ведь целых шесть рабов пригнал они стоят без дела я на месте хумана бы не стал так сильно вкладываться в рабочих и каким-то именно в рабочих на вражеской базе для починки потому что в общем ломать вышки уже некому надо отправлять их назад вот серьезно прямо сейчас признает свою ошибку и направить назад четверых пизантов которые будут лучше пускай таскают лес но тем не менее орка ситуация еще печальней мы правда за бытность нашей рубрики уже множество таких вот реплеев посмотрели где вроде орка загоняют в полнейшие бедламы под и потом из него он каким-то совершенно восхитительным чудесным образом выкручивается но это скорее из-за недоработки хумана как говорил иосиф и соревнович сталин у каждой ошибки есть имя фамилия и отчество вот у всех орочих побед есть конкретное имя фамилия и отчество хуманов которые против них играли можно лесопилку кстати прямо здесь на орочей базе завести и пускай не таскают себе лес спокойненько мейн то он снесет больше вышек строить я не вижу смысла это опять же ошибка я бы на месте орка кстати не крепился зашел бы в гости к хуману ну так проверить с ответным визитом чертом делать войска вступили вдруг скучает что фаерлорд это конечно никакой не лейт это герой вот либо застройки либо какого-то пуша в лейте он абсолютно бесполезный ой сколько экспы для блэйда ой как здорово говорит блэйд данон минус 2 мгновенно не знаю как он одним ударом сабли срубил двух футменов но это блэйд якудза его видимо учили в самурайском институте вот эти две вышки совершенно нелепо выглядят но хуман с них начинал давайте простим ему это этот небольшой зодческий дефект слава богу что заднюю вышку не стал грейдить хуман уже наверное упивается собственной победой даже выучил второй спелл это затыкалка вот эта штука которая висит на блэйде веселый огонек он жжет блэйду затылок соответственно блэйд не может выдумать ни одного вразумительного спела в таком состоянии не может колдовать блэйд сам по себе колдун не очень короче друзья это такой персональный сайленс персонифицированный частный без смс регистрации прописывает довольно продолжительное время за это время можно они где ох вот эта дерзость а орг то играет ва-банк он влупил нычку если конечно если бы хуман не был столь опрометчивым если бы не был таким этим самоуверенным и патетично вот в приступе собственно опломба он бы разведывал карту на предмет ну каких-то попыток орка перевернуть игру он бы сейчас конечно легко эту игру выиграл потому что экспант от орка это совершенно невразумительный ответ с одной стороны а что делать а с другой стороны это конечно жест отчаяния хуман тоже не собирается идти в технологии он планирует укрепить свое преимущество экспандом что тоже на мой взгляд абсолютно неверное распределение своего преимущества своего своей гегемонии триумф хумана будет недолговечным с такими-то вложениями с такой конвертацией вот да мы видим что блэйд мастер легко обнаруживает вражеский экспант в отличие от хумана который еще раз подчеркнул судя по всему расслабился и уже попивая шампанское одной рукой там одной рукой держит бокал другой рукой и соответственно ставит бутылку в корзинку со льдом и послал все через атаку футмены с дефенсом фаер лорд принимает на себя удар от вышек в отличный танкующий герой 3 левела кстати так одного огненного эллима пробрили выходит 2 ну и орка собственно сейчас будут аннигилировать блэйд мастера судя по всему нет у него еще есть запасные винт волки в общем хуман думает что как только он орку снесет main на этом игра закончится поэтому изо всех сил сейчас вкладывается вот это напрасно отводить всю пачку не стоит когда у тебя один раненый юнит нужно по одному по одному это делать вайфер не покидает его навязчивая идея фикс воткнуть экспант на мой взгляд совершенно сумасбродная то есть это какой-то хуманский пунктик который открывает орку калиточку на камбэк грант снова в разведке снова сейчас аннигилирует потихонечку истребит рабочих а хуман наконец что-то начинает осознавать и направляет свои персии нет ну персия здесь не у ни у кого не растет может быть фаерлорд женщина мы не знаем существует ли какая-то градация половая у существ рожденных в лаве но в общем хуманский отряд направляется на орочи экспант в то время как грант здесь аккуратно зарубает последнего крестьянина это ужас раскулачили всех а мэй на рухнул судя по всему орка туда дохнет мои норка что удивляетесь уважаемые комментаторы в вопсах а вы думали он вечен что нет очень много и лимов я бы посоветовал футменом не отвлекаться и также произвести политику обезлюживания хотя орки не люди обезорчивания на этой территории до геноцид орков на экспанде открылся а минус все рабочие все верно еще грантам достанется правильно ну и собственно имеем следующую ситуацию орка по-прежнему нет но все да она сейчас помрет у хумана заработал экспант у орка рухнул мэйн но заработал тоже экспансию очередь как же он держится на последний хп все сдох бобик сдох как говорится и так орка заработал экспант то есть орка работает по-прежнему одна база у хумана работает 2 но это вторая база у хумана она совершенно не защищена соответственно проходной двор полнейший бордель раз за раздра и шатания заходи кто хочет бей воруй мародерство и нужно вышку ставить магическую но blade мастер он 5 левела тем временем как мы можем увидеть под шумок да он перебил там огромную огромное стадо просто не знаю сброд целый из крестьян и заработал 5 левел у него есть когти у него есть цирклет 2 2 цирклетки туфли ловкость него плюс 13 атаки и он очень грозный в чистом поле он естественно вломит фаерлорду по первое число и все что сейчас нужно делать хуману это аккуратно дефаться дефаться а хуман отправляется застраивать орочей экспант это ошибка на мой взгляд хуману нужно поставить пару вышек вот он это сделал верно пор приступает к их разваливанию по кирпичам деконструкция вышек от блэйд мастера но дело в том что очинить их быстро надо чинить чини 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 отчинил хотя бы одну уже здорово но лучше бы если бы это было две вышки потому что блэйда еще есть винд волк почему здесь снова зарежет всех рабочих в то время как хуман да тут просто вы знаете какая-то гонка гонка геноцидная идет уже произошла экстрадиция орочего населения из их родных мест но с другой стороны хуман тоже не нашел пристанище на экспанде короче говоря из между двумя героями шестых левелов я выбираю все-таки блэйд мастера а не фаерлорда но ситуация следующая хуман продолжает свое преимущество разбазаривать направо и налево он не вкладывает если бы у хумана к этому моменту уже вышли кастер и уже вышли бы сорки уже с инвизи с инвизом безусловно для того чтобы вот так вот фаерлорд люлей не получал уже вышли бы спал брекера то орг бы рухнул не нужен был бы никакой экспант на мой взгляд но хуман как это обычно бывает вот как-то стрекоза лето красное пропела все деньги разбазарила на blackjack шлюхи и экспанды и вот собственно проблема теперь проблема орка 5 blade master у хумана экономики как не было так и нет поскольку экспант не особо-то защищен но при этом и технологии нет орка работает добывают ну орк просто вы знаете он перебазировался он постепенно полностью мигрировал на expansion теперь там его дом там его семья а хумана со своей сотней вышек поставленных теперь уже совершенно впустую стоит и любуется на пустырь где раньше была врача база но проблема в том что орк уже реально полностью передислоцировался никакого экономического преимущества у хумана нет он еще и ментов тут отдает почем зря ну и соответственно преимущество по технологиям я в я короче ставлю на орка ребят преимущество по технологиям у хумана нет экономического преимущества нет есть бессмысленный фаерлорд на лейт против блэд мастера который стремится к 6 левел вот такие унылые реалии вот такая сермяжная правда хуман как бык на красную тряпку бросается в этот раз на новое поселение орков ой сколько здесь красных рабочих и мы не защищен но это это халявный экспо это вот блэд мастер просто идет себе 6 левел поднимать это просто провал вайперу очень смешно но по-моему это нервная улыбка поскольку ну да он хотя стоп единственная надежда вайпера здесь 6 блэд мастер уже какой там он уже давно шестой вы понимаете то есть его задача сейчас где-то на говорят на блэдсторм экономики у хумана нет у орка с экономикой все намного лучше вот в разы понимаете то есть у него ресурсы есть в отличие от хумана все орку осталось только либо просто прикип так опа но есть деньги на новый экспант кстати орк скопился за это время лавка очень важна нужно восстановить ману и я а я что не добиваешь две фермы господи ты наладом там дышат ну блэд решил вместо двух ферм попробовать убить одного рабочего это те процветающие времена когда строение ценились меньше чем человеческие жизни войска вступили времена просвещения в королевстве тиренас но реально две фермы дымятся блэд мастер вообще хоть бы хны бегает вокруг них хочет седьмой левел но он его получает криты полетели перелетные птицы тут я настаиваю что у хумана просто ничего уже нет ни экономики ну как-то там тир-2 воткнул на производящих видим да что у него уже крепость но производящих зданий то нет и ситуация следующая орка были деньги на фермы блэдстор можно замутить так там пингуют об сервере что-то на лагере наемников происходит возможно ласт пион ага сушки а проблема в том что орк конечно он может построить здание но для этого им нужен пион а ей 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 вот единственная проблема до зеленоухого и острову острову клыкова заключается в том что так у хумана заработал expansion я как-то уж конечно слишком патетично и с опломбом расписывал тут хуманские проблемы между тем орка заканчиваются строение вот возможно в какой-то момент ему нужно было отбить мэйн у вайфера пошел инкам у орка судя по всему я не вижу ни одного рабочего я не вижу ни одного рабочего соответственно да орку нужно было конечно не отдавать этот мэйн есть такая уж проблема открылась а теперь может влететь так мэйна нет нигде ай-яй-яй-яй-яй если крестьянин деньги есть понимаете у нас деньги есть у нас мозгов нет нас рук нет для построен построения этого ключевого здания нет телепорта у фаерлорда можно блэйд маста блэйд шторм замутить поток скриты полетели погоня погоня четыре коня мульти блэйд форма бумаж мана нет не знаю но все это труп ребят вот этот труп а орка остается два здания ё-моё а если у тебя хотя бы один пизан три гранта вижу бегут вижу два здания и он как-то убежал зачем ты его отпустил ну отпустил за тем что последний казарму тут убивают понимаете можно подрывниками кстати это наш метод да я тоже не понимаю почему не kill своего файла он отпустил его лечиться ну давай уже давай убивай фаерлорда да это довольно легко было сделать теперь может блэйд стон будет моста и все такое может здесь блэйд сторм где-то нужно блэйд сторм замутить не может блэйд маста без блэйд сторма понимаете вступили в бой это как сигарета и гопник они не разлучны ну или семки и гопник или шапка на макушке и гопник или отсутствие мозгов и гопник вот любые эти два явления они абсолютно не существуют друг без друга о здорово давай принимай принимай в гостя только-только вылез из таверны но блэйд зачем тебе футменты ёшкин твой дрым что ты творишь да кажется хуман здесь вин потому что орк просто не успел в этой гонке вооружение ему кровь из носа нужно было отбивать main вот тот новый свой мейн на часе дня подрывники конечно здесь можно вот они пошли родимые да орк проиграл сожалению хуман здесь даже цены по телам еще о блэйд сторм ну слава богу игра посмотрен и прожита не зря все-все он конечно здесь всех аннигилировал но там от здания вообще ничего не осталось а конечно в этой ситуации у хумана нет никаких шансов но теперь когда блэйд прочитал ой хумана орка конечно теперь когда блэйд прочитал книгу ловкости все конечно поменяется блин я настаиваю что орка была полностью выигранная ситуация в какой-то момент ему нужно было отбить атаку хумана на мэйн не позволять убивать мэйн и после этого уже идти дальше в какие-то размены него был прокачан и герой который вин абсолютно всю хуманскую армию минус экспант но и как теперь здание защищать я конечно 8 блэйд и прекрасен ты свиреп и кровожаден но к сожалению тебя остались одни казармы ну или надо было рабов ныкать но вы понимаете то есть надо было позаботиться о своем будущем жаль жаль реально очень близко было для орка из такой тяжелой ситуации с другой стороны наконец триумф на празднике хуманов совершеннейший праздник наконец-то в проекте best replace на 33 эпизоде все-таки хуманы многострадальные мученики одерживают победу я в этом уверен тут уже орка нет никаких шансов хуманы одерживает победу бежит перелегнут бежит соответственно элем фаерлорд умрет конечно но дело его закончит элем нужно беречь пионов с молоду минус орг и это боже он такой упер ты конечно 5 хп у казарм минус последний грант можно брать всех ментов давай красивая красивая финалка это всех ментов собираешь и идешь отменять казармы давай красава красава вот это по-нашему вот это нормально да вот сейчас будет праздник было и знаете как я даже не знаю кто кто может принимать ментов если бы это были гопники об сказал что он мент а так непонятно кто их принимает в общем блэк мастер террорист который бейсболист который отбивает эти шары с дубиной но один все-таки прорвался василий окольными путями и убил эти многострадальные казармы очень фановая рафляная игра я надеюсь вам понравилось с вами был бы не вор напоминаю что у нас существует группа вконтакте вступайте в нее там появляются все выпуски best реплеев и естественно множество других новостей относительно жизни нашего проекта в частности туда выкладывается записи моих трансляции не power крафту поверьте они тоже очень интересны их тоже можно глянуть хотя бы одним глазом но и прямо сейчас на ваших экранах список топ-5 леценатов нашей рубрики у нас есть зал славы куда попадают все кто хотя бы раз поддержал проект ну и вот топ-5 самых щедрых саппортов мы традиционно показываем в конце каждого выпуска что еще вам сказать важно момент есть предложение друзья напишите в комментариях вы за или против есть предложение создать в группе обсуждения где вы бы оставляли самые смешные забавные фразы цитаты из рубрики best replace за все время существования мы бы таким образом выбрали топ цитат ну или просто у нас был сборник ярких фразочек и цитат рубрики если за то пишите плюсы ставьте лайки и в общем добавляйте комментарии если будет собрано много голосов поддержку этой мысли мы ее обязательно спродуцируем и осуществим в общем такие дела друзья с вами был краб до следующего пассажа до следующего свидания в 34 выпуске до новых встреч пока